Разрушительное землетрясение произошло в Непале. Подземные толчки были такой силы, что ощущали соседние Индии. Более 150 человек погибли. Местные власти полагают, что эта цифра не окончательна, ведь связь со многими горными районами нарушена. Тем временем, реальность угрозы, исходящей от виртуального мира, признана официально. Полтора миллиона нелегальных жителей попросили на выход, а также масштабные проблемы, которые принесла большая вода. В нашем обзоре резонансных событий недели на планете. Это кадры со спутника. Мексиканский город Акапулько до и после того, как на него обрушился ОТИС. Самый мощный ураган за всю историю наблюдений в этом регионе. Ему присвоили максимальную пятую категорию. Это значит ураган катастрофической силы. Поровый ветер достигали 266 километров в час. Стихия сметала все на своем пути. Деревья, дома. 48 человек погибли, 54 числятся пропавшими без власти. Эти данные постоянно обновляются. Поваленные деревья перекрыли выход для воды. Она все прибывала и не уходила. Я ужасно испугалась. Думала, что умру. Пережили ураган, теперь предстоит выживать после. Людям не хватает продовольствия. На пунктах раздачи еды организованы властями многометровые очереди. За бесплатной тортильей стоят целыми семьями. Но еще больше очереди выстраиваются за водой. С пустыми ведрами люди ждут водовоза с пяти утра, чтобы точно хватило. Нам нужна еда и вода. Воду привезли. Но посмотрите, сколько нас. Нас так много. Ее на всех не хватает. Бытовая рутина превратилась в настоящую проблему. Умыться, приготовить еду, постирать вещи. Электричества в Акапулько тоже нет. Из-за этого похоронные бюро временно перестали работать. Без электричества не работают холодильные камеры. Мы не можем принять тела и подготовить их к погребению. Умершие остаются в домах родных. И они тоже не знают, что делать в такой ситуации. 80% всех строений в городе повреждены. Среди них 600 отелей. Акапулько – престижный курорт на Тихоокеанском побережье, где местные в основном заняты в туристической сфере. Говорят, что на восстановление уйдет один или два месяца. Но судя по тому, что я видел, это займет больше полугода. Все отели на набережной полностью разрушены. Ущерб от урагана, по разным оценкам, может достигнуть 15 миллиардов долларов. Тем более, что есть и другая беда. Вместо туристов в Акапулько сейчас наблюдается наплыв мародеров. Под водой на неделю оказался еще один курорт, уже на другом континенте. Из-за сильных дождей, каких в Италии не видели уже 9 лет, река Севиза вышла из берегов. Милан в среду превратился во вторую Венецию. В городе были закрыты многие госучреждения, парализовано движение. Я просидела в автобусе 4 часа. Никто не мог выйти. Мы просто ждали. Вода затопила подземные переходы. В некоторых местах ее уровень поднимался на метр. Каждый передвигался по городу как мог, босиком скинув туфли, прямо в одежде, по колено в воде. Самые находчивые приспособили мусорные пакеты. О жертвах и пострадавших не сообщалось. Пакистан выдворяет афганцев, не имеющих разрешения на проживание в стране. Таких насчитывается более полутора миллиона человек. При том, что многие нелегалы живут в Пакистане всю жизнь с рождения. Если бы нам не приказали уйти, я бы никогда в жизни не уехал. Я не говорю на их языке. Вся моя жизнь прошла здесь. В Карачи я родился. Тут выросли мои дети. Мы не хотим возвращаться. Власти Пакистана свои решения объяснили участившимися терактами на приграничных территориях. В бывших поселениях афганцев на окраине Исламабада еще до объявленного дедлайна начали сносить дома. У меня есть удостоверение личности, но полиция говорит, что оно недействительно. На нем нет печати. И в полиции не хотят мне ставить эту печать. Теперь мой дом разрушен, а я вынужден ехать в Кабул. У меня был свой бизнес в Карачи. Я его оставил, продал. Все, что смог. Остальное конфисковано. Вчера меня арестовали полицейские и отпустили только тогда, когда я им заплатил. Людей арестовывают и отпускают за деньги. Ситуация очень сложная. Люди возвращаются на историческую родину, где их никто не ждет. Покинуть Пакистан афганские мигранты должны были до 1 ноября. Теперь их будут задерживать и депортировать, как нелегалов. Мы приветствуем добровольное возвращение людей в Афганистан. Потому что у тех, кто вернется добровольно, будет меньше проблем по сравнению с теми, кого нам придется выселять силой. Официально Кабул обратился с просьбой к соседям приостановить депортацию. Правозащитники предупреждают, что насильственное выдворение афганцев грозит серьезными нарушениями прав человека. Лондон. Даунинг-стрит-10. У своей резиденции премьер-министр Великобритании встречает вице-президента США. Представители большой политики всерьез заговорили о реальной угрозе глобальной безопасности со стороны виртуальной реальности. В британской столице впервые в истории прошел саммит по вопросам развития искусственного интеллекта. Искусственный интеллект может как принести огромную пользу, так и нанести серьезный вред. Это не только кибератаки, но и создание биологического оружия, что может поставить под угрозу само существование человечества. И это тот случай, когда главные выступающие не политики. Илон Маск, один из мировых магнатов в сфере высоких технологий, признал, что этой сфере необходим арбитр, дабы отслеживать потенциальные риски от быстро развивающихся технологий. А то, что они есть, сомнению не подлежит. Впервые в истории человечества мы столкнулись с чем-то, что будет гораздо более разумным, чем мы. Неясно, сможем ли мы на самом деле контролировать такую вещь. Но я думаю, что мы должны стремиться направить ее в сторону, выгодную человечеству. Одна из крайностей бурного прогресса – само существование людей. Поэтому участники встречи, среди которых эксперты из 28 стран, включая США и Китай, которые уже давно ни о чем совместно не договаривались, подписали так называемую декларацию Блэчли по названию места, где прошел исторический саммит. Именно в здании Блэчли-парк в военные годы британские разведчики взломали знаменитый немецкий код «Энигма». Декларации признаются риски, связанные с развитием искусственного интеллекта. Правда, каким образом их можно избежать – это головоломка для человечества, которую только предстоит решить. Главное – не опоздать.